Итак, разум должен связаться с целью. Правильная цель даёт вдохновение, человек меняется в лучшую сторону. Меняется его судьба. Смотрите, как интересно. Интересно знать, что если у человека цель невозвышенная, судьба не меняется. Она просто действует ровно в рамках кармы человек живёт. Вот что положено в жизни, то и будет. Когда человек возвышенную цель себе ставит, духовная энергия начинает влиять на его жизнь, судьба начинает меняться. Как она растворяется. Те же самые события, те же самые препятствия мягче действуют на жизнь. Мягче означает, нет таких страданий уже от таких же вещей, как раньше ты бы от этого сильно пострадал, сейчас уже не страдаешь так сильно. Постепенно смягчается жизнь. События происходят, продолжаются, но не так сильно действуют уже. Потому что события не зависят от нашей судьбы. Когда ты родился в какой-то момент, уже предречено, как, что будет происходить на этой земле. Ты же не можешь всю землю поменять. На земле всё происходит так же, как происходит. Это большая сила. Но отношение поменялось означает, очистил своё существование человека. События есть, но отношение поменялось. Некоторые события бы убили тебя, но сейчас они тебя уже не убьют. Ты переходишь через эту горку. Называется победа над судьбой. Не то, что победа над судьбой, всё, ровный путь теперь, ровный. Расчистили. Но мы же на земле остаёмся, а на земле всё будет хреново, простите за выражение. Жена бы не оценила эту слову. Но я другого не нашёл. Ну, плохо будет здесь, тяжело. Ну, всегда. Почему? Потому что так устроена эта планета. Некоторые земли хотят рай сделать. Рай не сделаешь из земли. Рай – это там выше. Там другие энергии совсем. Россия останется Россией. А? А Китай тоже хорошо. Китай – хорошо для китайцев. Россия – для русских. Америка – для американцев. Или мы лучше? Мы русские! Мы лучше? Или нет? Так действует ложное эго, смотрите. Ложное эго. Человек осознащает себя сильно со своей нацией. Признак эгоизма просто. Мы русские. Я в каждый город приезжаю, и мне подходит какой-то человек и говорит, «А вы знаете, что Саратов – это центр Вселенной? Ось Вселенной». Потом в Алмату приезжаю, говорит, «Вы знаете, что у нас в горах в Алматы? Ось Вселенной есть». В Омск приезжаю. «Вы знаете, что Омск – это самый духовный город во Вселенной?» Я всем отвечаю одинаково. Конечно, знаю. Это признак эгоизма просто. Мы все хорошие, все одинаковые, все хорошие, все души. Просто русских мы знаем лучше, поэтому мы как бы больше здесь ценим. Или у нас самое плохое все в России, или все самое хорошее. Но самое означает эгоизм, самое все. Как супруги ругаются, для жены муж – «Ты самая последняя свинья!» Один вариант. Или «Ты самый лучший, когда уже померили». «Ты самый лучший человек для меня». Самый, вот это самое означает действие эгоизма. Почему?